Они планировали, проектировали и строили, соединяя историческое прошлое города с его настоящим. В Самаре наградили активных участников организации установки Стеллы «Город трудовой доблести». Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила историков, краеведов, работников архивов, общественников, депутатов и представителей тех предприятий, которые внесли свой вклад в реализацию масштабного проекта. Я хочу сейчас обратиться ко всем руководителям предприятия. Без вас совершенно точно Стелла была, наверное, чуть попроще, чуть менее изящной, чем она получилась. Мои отдельные слова благодарности всем нашим краеведам, всем нашим историкам, мои слова благодарности и российскому историческому обществу. Когда идешь мимо наших пилонов, мимо нашей Стеллы, действительно сердце замирает, насколько она получилась грандиозной. Архитектурный комплекс появился на Аллее трудовой славы в Кировском районе Самары как олицетворение подвига тылового Куйбышева, который в годы Великой Отечественной войны стал запасной столицей. В город на Волге в 1941 году эвакуировали посольства и миссии зарубежных стран – крупнейшие предприятия военно-оборонного комплекса. Город выпускал каждую пятую авиабомбу, каждый третий артиллерийский снаряд. В промышленных цехах изготавливали легендарные самолеты-штурмовики Ил-2. Стеллу открыли 10 декабря, в день, когда 80 лет назад самолет Ил-2, собранный в запасной столице, совершил свой первый полет. Патриотический проект разработали после того, как в год 75-летия Победы президент России Владимир Путин присвоил Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». Одним из инициаторов создания Стелл было военно-историческое общество. Ведь когда президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ, все были чрезвычайно рады. И начали уже думать, как увековечить, начали какие-то проекты. И вдруг мы узнаем, что военно-историческое общество берет это на себя, разрабатывает проекты. И это, конечно, громадный вклад. Российское военно-историческое общество организовало конкурс архитектурных проектов для Стелл, которые устанавливают во всех городах, получивших почетный статус трудовой доблести. В конкурсе приняли участие более 11 тысяч человек. Из 20 лучших выбрали проект архитектора Дениса Стритовича. Его концепцию взяли за основу, но в каждом городе дополнили по-своему. В Самаре Стелла стала самой высокой и масштабной. По наполнению, по качеству исполнения, по высоте Стеллы, по тому, как она вписалась в тот существующий уже мемориальный объект, потому что аллеи трудовой славы только у нас. Поэтому многие говорили, какие вы хитрые, да? Вы специально заранее, за долгие годы строили эту аллею и отдельно уже каждое предприятие могли выставить там информацию о себе, историческую информацию, что потом увенчало. Все это великолепная Стелла. Поэтому, конечно, когда заместитель председателя Российского военно-исторического общества Овсиенко Николай Павлович приехали, увидели эту замечательную мемориальную композицию, все были в восторге и сказали, конечно, мы одни из лучших. Архитектурный комплекс в Самаре включает 26-метровую Стеллу из стекла и металла и 10 пилонов. На центральной части композиции – изображение легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информация о памятных датах и основных событиях военных лет. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.